всем привет с вами полина сегодня будем инспектировать мои теплички 3 только и смотреть что можно рассаживать кому из этих листочков нужна помощь и это только первая часть а во второй части я буду показывать на самом деле что я буду делать сегодня только разговоры о том что я буду делать что нужно а что не нужно где какие черенки где какие горшочки можно держать они у меня стояли на самом верху на стендах и там было конечно тепло светло и хорошо но вот я что хочу заметить вам что вот эти крышки со временем желтеют я купила новые они совершенно прозрачные а эти уже начали желтеть они у меня уже года три наверное есть и от цвета желтеют ну ладно ничего давайте я буду снимать их крышки буду снимать с поддонов и смотреть что там происходит вот так вот что здесь происходит ну вот я оставила в тепличку некоторые подростки и некоторых стартеров чтобы они пришли в себя на реабилитацию на реабилитацию так сказать вот не хватает водички так и конечно они уже вот видите какие стали огромные и они без листиков а это даже не подростки это были детки у которых листики пропали материнские я здесь оставила ну и посмотрите какие они стали их конечно же нужно отсаживать поэтому я их тут же убираю сторонку и я их буду рассаживать и вот этот этот листик еще прекрасный и детки у него очень хорошенькие их тоже можно отсаживать так это идет сюда теперь так я перепрыгну на другую тепличку сейчас вот так подвину камеру мою вот чтобы вам было видно здесь у меня как я сказала стояли детки на ну чтобы они подросли просто побыстрее получше и посадила я их сюда поставила 23 декабря и просто они конечно стали чудными их уже можно выставлять на поддон открытый вот те которые еще маленькие то конечно они еще здесь останутся вот эту детку тоже можно убрать вот материнский листочек уже от гнил а детка хорошенькая розовенькая красивая но я буду уже называть вам название сразу это apache red coat так что у нас дальше здесь а ну это опять такая же вот это осьминожка такая же хорошая деточка вот что насчет вот этих насчет этой это бакаи спешили майн и такую детку бакаевскую я отсаживать не стану потому что бака и очень крупный сорт естественно как все знаете вот и когда у него такая вот детка то она еще маленькая конечно ей надо дать подрасти но если бы это было например фиалочка какая-нибудь полу миниатюра или миниатюра то это уже вполне готовы к отсадке вот это опять же вот этот red coat я все-таки еще подержу здесь около материнского листа тем больше там лезет еще одна детка вот видно вам вот так значит что еще здесь ага это тоже идет на выход и на поддон теперь здесь это шикарный мак листочек пропал материнский вот но деток я пока рассаживать не буду они еще маленькие поэтому я их оставлю пусть они здесь еще порастут вот и те как у которых те листочки материнские которые уже пропали я их уберу потому что я боюсь чтобы не было чтобы от них не пошло гниение вот хочу вам сказать показать иногда что вот такое тоже бывает и что я с этим сделаю я пересажу субстрат с большим перлитом потому что я хочу сохранить этот сорт и очень переживаю что вот он так себя ведет посмотрю как он себе будет дальше вести так дальше что у нас здесь еще есть а вот это айриш river дедка вполне себе хорошенькая я ее уже могу отсадить а листочек кстати оставлю пусть еще мне даст деток а то мне только одну дал нет непорядок так ну эти совсем еще крошечки маленькие так здесь тоже это я уже смотрела а это тоже самое айриш river но они еще совсем маленькие вот посмотрите по сравнению с этой деткой я сказал ее можно отсадить а эти еще нет конечно вот я что могу сделать я ее пересажу в свежий грунт и чуть-чуть пошире стаканчик дам чтобы ей было место куда растить деток вот так так эти еще маленькие что здесь это тоже не готовы еще к отсадке совершенно пускай еще растет вы когда вот этим занималась мысли я сейчас этим занимаюсь вы не считаете что я трачу время просто надо было глянуть и все нет я обязательно осматриваю но почти каждый стаканчик вот этот сорт sky's over italy он тоже еще не готов там листики вылезли но шейки почти нет и я не могу ее отсадить их отсадить эти детки так теперь другой поднос следующий но я сразу вот за этот возьмусь в который самый крупный самый крупный крупная детка это цыганочка вот эту детку уже можно вполне отсаживать она себе прекрасно будет расти она достаточно крупная так дальше что еще ну такие вот очевидно маленькие я даже их не буду рассматривать как вы я просто вам хочу сказать что когда да вот эти вот листочки когда от избытка влаги они стали подгнивать их надо убрать это санки страус шикарный сорт ну вот она так медленно растет пока еще не готова ой руки крюки так это в августе я посадила и вот такие вот небольшие еще детки выросли ну что-то было не то не не хорошо им было не нравилось так это крис тоже маленький а вот это фишер фишермен фишерс леоне вот но это можно уже отсадить в смысле не отсадить она сама уже по себе растет только ее надо будет но это я же буду делать при пересадке ее надо будет в другой субстрат и чтобы она росла как следует так дальше у нас ягодка здесь есть крупные листья но все равно она еще не готова к рассаживанию потому что у нее нет у этих деток нет совсем шеек у них нет розеточек листики вот как бы вам пока листики растут а центр замедлился и поэтому она не готова надо будет смотреть чтобы она росла как следует я ее попробую просто поставить на поддон и посмотрю как она будет расти на поддоне так это по моему а вот тоже видите как листочек материнский уже сделал свое дело это сапфира и тоже как я вам говорила вот листочки есть а центр еще из центра листики не растут пока поэтому ее тоже нужно поставить на поддон и посмотреть как она там будет расти чересчур много влаги может был было короче вот так и эту ягодку как вы видите вот у нее детки прямо около стенки то есть мне ее надо будет посадить в более широкий горшочек чтобы она могла чтобы они могли расти дальше а это я уже смотрела или не смотрела нет это я не смотрел и пусть еще растет так это маленькая это маленькая это тоже вот здесь хорошо видно посмотрите хорошие листики но замедлился рост и из центра листики не растут а пока они не будут расти из центра то я их отсаживать не могу тоже пойдет на поддон но эти конечно листья стоят себе и я жду когда они дадут деток так это что у нас это бакайка лико и мне придется этот сорт этот горшочек тоже выставить на поддон потому что вы видите это было переувлажнение у меня вряд ли хватит времени на пересадку всех может быть я потихоньку буду делать всех горшочков но вот этому тоже нужно было бы было бы пересадка но пока я просто выставлю на поддон а вот здесь я заметила что я не убрала сгнивший материнский листок это непорядок так здесь тоже листочек пропал вот и вот посмотрите и центр еле-еле растет но там есть листочек крохотный крохотный такая пупочка пока что поэтому я оставлю пусть пока растет здесь материнский лист нужно убрать сгнивший вот и это еще тоже не готова хотя это детка одиночная то есть ее можно будет просто пересадить в другой субстрат и чуть-чуть приподнять она видите как не вылезла как следует так что у нас здесь а здесь у нас один листочек погиб такой тоже случается как вы знаете правда вот так что это я посадила не так давно это 16 декабря поэтому еще детки не проклюнулись вот а здесь золото небе лунгов я попробую отсадить а еще раз хочу показать вам посмотрите листочек был поломан я его не выбросила и он прирос видите вот шрам есть а он растет себе так что как я всегда говорю не спешите выбрасывать отрывать до конца листики если вы надломили какой-то листок так теперь я поставлю сюда третий поднос вот так вот и будем смотреть что творится на моем третьем подносим так ну я вам скажу что творится значит здесь нужно знаете сейчас я немножко опущу камеру чтобы было лучше видно ну вот теперь вот это вот сразу мне бросилась глаза и я это сразу беру вот этот вот сгнивший материнский листок трогать эту детку пока я не буду и там еще одна растет единственное что я могу сделать чуть-чуть ее приподнять они очень заглубленные обе не вылезли как следует поэтому это нужно будет обязательно сделать так что еще это фонамбул но он еще совсем не готов и сейчас я буду просто брать те которые по моему мнению готовы что то с ними можно делать так вот этот сорт этот горшочек просто необходимо вытащить из теплички это у него все такое получилось от переувлажнения ну как вы знаете а если не знаете я вам говорю что каждому сорту нужно в общем то отличается их отличаются их требования одним нужно побольше света другим поменьше побольше тепла поменьше тепла то же самое с влажностью и вот это hawaiian pearl вот и этому сорту видимо надо поменьше влаги и тепла он там у меня перестоял и теперь мне его надо будет пересадить свежий грунт и держать его на поддоне не в тепличке так что еще вот здесь я вижу этот сорт вот wranglers бакару blues ну можно конечно рискнуть отсадить но только может быть один одну детку я попробую я мы сейчас это все осмотрим вместе а потом я уже буду заниматься пересадкой и говорить по ходу что я делаю и почему так теперь этот сорт тоже самое как hawaiian pearl то же самое слишком много влаги это нужно пересаживать в свежий грунт и держать на открытом воздухе не в тепличке дальше это юная француженка то же самое вот когда вы видите вот такие пятна это значит что слишком много влаги то же самое пересадка и держать наверху так это фунамбул это фунамбул я попробую просто немножко приподнять попозже этот листочек а то они очень глубоко сидят детки вот так что здесь еще больше здесь ничего пересаживать не нужно нельзя в смысле они еще маленькие очень а вот я вот это вот я пропустила это роза розовый эффект и и конечно ему нужно побольше и пошире горшочек вот я это перри просто перевалю добавлю немножко свежего грунта по сторонам и повыше посажу и это все будет с этим сортом все будет в порядке так еще раз проверю что здесь как так это еще пусть растет ну вот и все пересаживать здесь ничего больше я не буду из этого поддона видите как вот это от от переувлажнения так это я тоже наверное вытащу на волю перед тем как убрать их наверх эти поддоны я их еще раз осмотрю и мне придется их скомбинировать чтобы они видите как здесь много места поэтому я из трех поддонов сделаю два вот и на этот поддон я буду ставить уже рассаженные отсаженные обработанные над которыми я поработала и конечно я еще раз осмотрю что то ну вот как здесь например вот это вот я удалю теперь что это ну это новый сорт конечно я его хочу сохранить я вижу что тоже тоже много влаги было этому сорту так но над этим я буду работать попозже мне сейчас нужно главное пересадить те что я отобрала чтобы они уже к весне росли подросли вот хочу показать новичкам вот когда вы видите такое на материнском листе не бойтесь пожалуйста вот так оторвать эту половинку и выбросить и все никакого вреда вы деткам не причините а зато у вас вот этот вот гниющие места уберутся так что он дальше будет расти нормально я много раз говорила еще раз повторю не бойтесь работать с ялками ничего с не будет поверьте мне вот и здесь тоже самое вот так оторвать и здесь оторвать вот так вот так они и выживальщики поверьте мне выживальщики у меня даже есть видео о том как они выживают вот и нет конечно я не говорю что надо топором работать нет конечно но чтобы вы не боялись вот например часть листочка оторвать а когда пересаживаем конечно нужно осторожно аккуратно чтобы не повредить корни желательно вот но так чтобы прямо вот бояться дотронуться не нужно так теперь вот когда растет сзади это очень неудобно детка и что можно сделать можно вот так ее помочь ей вот так вылезти вперед видите и теперь она будет расти нормально и хорошо и я ничего не повредила там так что здесь еще можно поломать ох как я при я просто уже вижу какие мне будут оставлять комментарии некоторые насчет этих поломок насчет обрывания листьев ну ничего поверьте мне я знаю что я говорю и если бы это повредило вашим фиалкам я бы никогда вам ничего такого не посоветовал бы ну вот на этом я закончу первую часть этой темы о детках в тепличках и следующей части я буду показывать на самом деле пересадку рассадку и работу над детками так чтобы не делать это видео уж совсем длинным оно и так больше двадцати минут и меня опять будут упрекать что я делаю такие длинные видео ну вот а теперь я вам пожелаю всего самого доброго заходите ко мне я вторую часть наверное выложу сегодня завтра потому что сейчас я начну пересаживать всего хорошего спасибо что смотрите мои видео надеюсь они вам помогают пока пока